продолжаем путешествие в этом коротком эпизоде я буду биться с первым боссом игры гигантским пауком испытаем моргенштерн на толстой гусеничке очень хорошо с одного удара так вот для того чтобы добраться до первого босса игры нужно пройти в храме через двери окутанные паутиной и пока у нас нет магии огня с этой паутиной мы справиться никак не можем вот эти двери рядом ползает паук очень агрессивно но одного удара булавы хватает и агрессивного пауку вот двери фаерболом сжигаем паутину на них и получаем возможность продвинуться дальше по сюжету игры впереди нас ждет еще целый коридор окутанной паутиной фаербол поможет нам и здесь выстрелить магией я могу только когда синяя шкала заполнится до конца вот тут не буду рисковать а то попаду в паука вместо паутины кончилась мана нужно использовать что-нибудь например гриб помимо гриба ману можно восстановить также кристаллом с магией если не использовать его сразу а приберечь напоследок во время использования кристалла определенное количество магии восстанавливается о ее паук отравил придется подлечиться пауки мало того что наносят неплохой урон еще и отравить могут но на данном этапе и опыта с них приходит для персонажа достаточно вот только что уровень поднялся забираем монетки все все деньги пригодятся для того чтобы купить магию ветра у торговца а вот и вот она комната с первым боссом если бы мы сначала зашли в комнату слева который сидит одинокий рыцарь и поговорили с ним а потом пришли сюда как делают многие игроки увидели что нам не хватает одного ключа вернулись в комнату с рыцарем в этом случае рыцарь напал бы на героя и нам пришлось бы с ним биться но я сделаю хитрее я сначала посмотрел что мне нужен ключ после этого иду к печальному рыцарю этот монстр такой большой я чуть было не погиб если не веришь посмотри сам и он сразу же в первое наше с ним знакомство отдает мне ключ теперь мне не придется к нему возвращаться а соответственно не придется с ним воевать вот такая небольшая хитрость теперь главное правильно отпозиционировать персонажа для того чтобы применить ключ здесь не так-то просто попасть ну я человек опытный я знаю как это делается и и вуаля загорается второй огненный пьедестал и ворота к боссу разблокировались нужно аккуратненько так зайти в комнату чтобы он сразу паутиной не поразил ай ворота закрылись ладно сейчас попробуем еще раз отлично если постоянно двигаться по кругу то паук не успевает за нами но может попасть если вовремя нет скачать от его выстрела влага жизни пока позволяют так что продолжаем битву постоянно иду влево стараясь не застрять ни в каких предметах не зацепиться ни за какой угол иначе паук очень быстро убьет а также стараюсь уворачиваться от его выстрелов паутиной для этого нужно нажимать стрейф и бег одновременно паук выдерживает примерно 9 попаданий фаербола насколько я помню может чуть меньше может чуть больше но в общем и целом при наличии магии огня босс опасности не представляет готов все заодно и уровень у персонажа поднялся и вот кристалл магии воды выпавший из паука посмотрим вот он кристалл воды помогает изучить новую магию учим магию и одновременно восстанавливаем ману два дела за раз отлично босс побежден но прежде чем продвигаться дальше катакомбы монастыря я хотел бы еще кое-что сделать сохранимся пока метка пока что использовать или не можем и вот 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 Продолжение следует...